Телеведущий популярного телеканала ZDF уже не был рад, что пригласил для участия в политическом шоу Сару Вагенкнех. А что из этого вышло, дорогие друзья, посмотрите сами. Госпожа Вагенкнех, вы высказали статье Монавального. Позвольте мне, я процитирую ваши слова. Даже если за это ответственный Кремль, хотя этому нет никаких доказательств, тогда это было бы совершенно не страшнее того, как избавляются другие страны от оппозиционных. К примеру, как в Саудовской Аравии, откуда мы покупаем нефть. Также это не хуже того, как отнимает жизни у тысяча мирных людей с помощью дронов. Как это делают, к примеру, американцы, которые с другой стороны продают нам свой сланцевый газ. Почему вы говорите, что это нападение на Навального для вас является лицемерным? Потому что все это измеряется по-разному. Конечно, это отвратительное преступление, и не важно, кто это сделал. Человека хотели лишить жизни с помощью яда. Это же и так ясно и понятно. Но дело в том, как об этом случае сообщают и как дискутируют о нем. Это нападение соединяют с проектом «Северный поток-2». Можем ли мы теперь вообще закончить строительство этого проекта или нет? Можем ли вообще покупать у Путина газ? И эта дискуссия настолько лживая. Ведь мы у стольких стран закупаем нефть и газ, в которых происходят просто ужаснейшие вещи, нарушающие права человека. Поэтому, по моему мнению, одно с другим никак не связано. А если связано, то это должно касаться всех. Почему вы это просто не можете принять? Я читал интервью Навального с немецкими СМИ. У Навального нет ни малейшего сомнения, кто за этим стоит. Только государство может изготовить такой яд. Только государство в состоянии сделать то, что с ним сделали, сказал он. И он подобно рассказал, как в принципе все это произошло. У него в этом нет никакого сомнения. А вы используете метод отвлечения от этого дела. И вместо этого вы спрашиваете, а что с этим, а что с другим. Почему ваша партия левых настолько упряма, если это касается тематики России? Причем здесь упрямые? Я просто думаю... Конечно, вы упрямые. Думаю, что для начала надо выяснить, что случилось. Дело в том, что именно вы соединяетесь с этим случаем. А в теме Навального сразу соединили тему, которая с ним ничего общего не имеет. А разве нет обоснования задаваться этим вопросом? Особенно, что у нас есть достоверные доказательства. Немецкое правительство ведь сейчас хочет отдать 1 миллиард евро, чтобы построить терминалы для разгрузки сланцевого газа, которые намного дороже. И снова уходите от темы, снова показываете на другие темы. Так это же ваша альтернатива. Если мы теперь не будем покупать газ у России, да и зеленая энергия нам сейчас тоже никак не поможет в энергоснабжении. Потому что если мы не будем покупать газ у России, нам его нужно покупать в другом месте. К примеру, у Ближнего Востока. И думаю, Ближний Восток и права человека – это вопрос, на который не нужно дискутировать. Либо покупать у американцев. Именно за этим кроется большой интерес. Америка хочет продавать нам свой сланцевый газ, который для природы намного губительней. Вот о чем именно идет речь. А не для того, чтобы их сравнивать. Ну вы сравниваете? Нет, дело не в этом. По моему мнению, все эти дебаты неправильны, потому что даже не выяснили, что именно произошло. Почему неправильно об этом говорить? Неправильно соединять один случай с другой тематикой вообще. С одной стороны, преступление, где для начала нужно выяснить, что произошло. А с другой стороны, вопрос, у кого мы будем покупать газ и нефть. И кто именно нам всегда говорит, что нужно перейти на американский газ. Человек Меркель и люди из партии Зеленых. То есть те, кто официально работает на Америку. И это же однозначно, чьи интересы они представляют. Ведь санкции против Северного потока существовали еще до того, как отравили Навального. А после случая с Навальным снова начали об этом активно дискутировать. Но это наш конфликт с американцами. Причем здесь Навальный. Одно с другим никак не связано. И даже если Россия замешана в этом, конечно, это было бы ужасно. Но все равно одно с другим никак не связано. А если это связывать, тогда это должно касаться всех стран одинаково. Что меня лично достало, что мы измеряем по-другому и в других вопросах. К примеру, господин Навальный раскрывал случаи коррупции. Раскрывал преступления. Я думаю, что это здорово. Но у нас на Западе человек сидит за решеткой, который также раскрывал преступления. И на него наши СМИ и политики не говорят, что он герой. И, возможно, его отдадут Америке. Снова вы отвлекаете внимание? Нет. Дело в том, что мы действуем совершенно по-разному в одинаковых случаях. Зависимо только от того, где эти случаи происходят. В России или, к примеру, в Америке. Эту игру, в которую вы играете, можно играть бесконечно в принципе. Вы используете старый трюк пропаганды. Вы используете его, чтобы отвлечь внимание от случаев Навального. Причем здесь это? Я же не говорю «да». Правильно, что Ассанж сидит за решеткой, только потому, что Навального травили. Вы используете старые трюки КГБ и ФСБ, чтобы отвлечь внимание. Посмотрите туда, посмотрите сюда. Так ведь нужно об этом говорить. Допустим, Ассанж уже месяцами, годами сидит за решеткой. Так это же другая тема. Так эта же тема все равно важная. И что меня бесит, что немецкие СМИ те же самые люди, которые в случае Навального так о нем беспокоятся. И раздувают из этого гигантскую тему. А о теме Ассанжа все полностью молчат. А если мы были бы честными, тогда мы бы каждого человека, который раскрывает преступления в своей стране, защищали бы. Тогда это и Ассанжа касается. Да, я согласен. Но еще раз. Это абсолютно разные темы. Я с вами хотел поговорить об одном. А вы вдруг меняете тему на Саудовскую Аравию. И переходит и к Ассанжу. Так вы же сами открыли эту тему тем, что вы цитировали меня. Да нет, я просто замечаю, как только тема идет о России, вы сразу же начинаете защищать Россию. Россия – это одна из самых бурных капитализмов в нашем мире. Зачем мне испытывать к этому симпатию? Я просто думаю, что эта история, о которой здесь так рассказывают, нелогична. Я предполагаю, если бы Путин хотел бы от кого-то избавиться, тогда бы он не разрешил Навальному лететь в Германию. И вряд ли человек бы выжил. Господин Навальный ведь сам все рассказал. Рассказал, что Путин надеялся на то, что Навальный не переживет полет. А если потом где-нибудь в Питере или в Москве проведут скрытие, то никто бы, конечно, ничего не заметил, никакого отравления. Так он же уже тогда был в больнице. Я же не говорю, что Россия не могла сделать чего-то подобного. Конечно, в России люди теряют свои жизни. Мафия ведь не раз такое делала. Все возможно. Да и я не адвокат Путина. Конечно, нужно выяснить, что именно случилось, и виновников отдать под суд, чтобы их наказали. Ведь так было бы правильно. Чтобы Германия поделилась всеми данными с Россией. Но я все равно говорю, у нас есть случаи с Навальным и Северный поток-2. Это разные вещи. А те люди, которые соединили эти темы, именно они хотят с помощью этого преступления сделать самим себе выгоду. И человек Меркель, он еще до Навального был против Северного потока-2. Так же и Зеленые были против. Ну и Америка так и так. Трамп наложил ужасные санкции, дабы предотвратить этот проект. Потому что этот проект американцам очень не нравится. Потому что именно сейчас, во времена коронавируса, именно сейчас вся сланцевая промышленность находится в упадке. Поэтому сейчас американцы со всей силы пытаются продать свой сланцевый газ. А эти люди ведь специально соединили эти темы, тему Навального и тему газа. Вы меня удивляете. Я, к примеру, пробую случай Навального соединить с моралью. А вы этого не видите. А почему у вас нет никакой морали, когда это касается сланцевого газа, если это касается нефти и газа, когда мы их покупаем на Ближнем Востоке? Да обо всем этом мы уже говорили. Хорошо, тогда почему вы не говорите, что мы не будем у них ничего покупать? То есть перестанем у них покупать? Ведь там реально не просто по-тихому травят противников режима. Они их буквально лишают головы. Да и журналистов распиливают. Так это же все так и есть. И мы у них не только покупаем нефть. Мы им даже продаем оружие. Мы их полностью поддерживаем. И именно это аморально. Поэтому нельзя, несмотря на все, вести любые экономические отношения с любой страной.